iOS 11.3 это яркий пример того, какие прошивки от Apple мы ждем. Не минорные с фоновыми исправлениями, которые практически невозможно найти, а с новыми функциями, опциями и возможностями. Здравствуйте дорогие друзья, далее я расскажу все самое важное о свежем релизе, ведь это самый полный обзор iOS, по крайней мере во всем русскоязычном YouTube. Устраивайтесь поудобнее. Размер обновления составил чуть больше 2 ГБ, а после установки и перезагрузки устройства апдейт занял около 3 ГБ на диске, по крайней мере на iPhone X. Ой я не завидую владельцам 16 ГБ устройств. Традиционно начнем с новых возможностей доступных после обновления. Первое что вас встретит после того как прошивка накатится на устройство новое окно приватности. Настолько приватное, что даже скриншот сделать нельзя. На нем нас познакомит циклонка которая будет отображаться на устройстве при использовании вашей персональной информации системой. Таким образом Apple хочет показать уровень прозрачности в приватности данных. Тем самым это сообщение стало поводом рассказать свежий анекдот в CRU этим утром. Кстати аналогичное окошко появится и у тех кто тестит первого бету macOS 10134. Наконец-то появилась полноценная поддержка штатным приложением iMessage облачного хранилища Apple. Об этом вас уведомит новая плашка. Теперь владельцы устройств с небольшим объемом памяти смогут выгрузить все мультимедиа из переписок в iCloud. Плюс появилась полноценная синхронизация чатов между всеми яблочными устройствами. А это значит что купив новый смартфон или планшет, вся переписка автоматически отобразится в сообщениях после синхронизации с вашим Apple ID. Прям революция, главное не забудьте ее активировать в настройках, функция будет по умолчанию отключена. Добавлено 4 новых эмоджа для iPhone X. Если честно и предыдущие приездцы не успели, просто потому что я этим не пользуюсь, да и многие из вас скорее всего. Чистого рода баловство, так что если у вас нет десятки то по этому поводу тосковать точно не стоит. Не, ну Мишка классный, не спорю. Крупные компании теперь смогут работать через бизнес чаты с клиентами и инвесторами в iMessage. Это упростит обмен средствами, контактами и информацией, а также отмыванием денег. Ну а вам и мне это ничего не упростит. Apple отключила ограничение частот процессоров у iPhone 6, 6+, SE, 6S, 6S+, 7 и 7+, имеющих деградирующую батарею. А деградированную? Деградантную? Ну в общем вы меня поняли. Заветный переключатель активирующий эту функцию еще допиливается и должен появиться в следующих бетах в разделе аккумулятор настроек. Так что совсем скоро у вас появится возможность выбора, что дорогого стоит у Apple, производительность или стабильность при низком заряде убитого аккумулятора или на холоде. Ну а пока ваше устройство будет работать без искусственного замедления. Как вы и хотели. Можете отзывать свои иски. А ну да, мы же не американцы. Фоновым, но довольно серьезным обновлением стал релиз пакета ARKit 1.5. Для тех кто не в курсе, это набор инструментов для разработчиков создающих игры и программы дополненной реальности. До этого момента расположить любую фигуру можно было только на горизонтальной поверхности. Теперь появилась поддержка вертикальных поверхностей и горизонтальных фигур сложной формы. А еще было увеличено разрешение, отображаемое конечному пользователю после наложения виртуальных объектов и улучшен автофокус. К сожалению, несмотря на все это, количество приложений с поддержкой технологий дополненной реальности неумолимо падает. Оно и понятно, найти по-настоящему практическое применение AR в приложениях довольно сложно и во многих случаях это напоминает баловство разработчиков. Режим многозадачности в iPhone X получил сразу два микроизменения. Первое, появилась тактильная отдача при его открытии. Второе, само открытие теперь происходит чуточку быстрее. И это круто. Название иконки моего любимого штатного приложения iBooks потеряло букву i. Выглядит это дело как-то непривычно. Сейчас Apple мне больше напоминает наших чиновников, которые вместо того чтобы делать стоящие дела, переименовывают улицы и занимаются всякой фигней. В самом же приложении теперь уже просто Books вкладку все книги переименовали в библиотека, а кнопку выбрать в правом верхнем углу на правка. В App Store на iPhone X изменилось всплывающее окошко скачивания приложений. Теперь в нижней части появилась еще одна подсказка, отображающая куда надо жать чтобы закачать игру или программу. Ну теперь точно никто не заблудится. Если пройти во вкладку обновления, то вы увидите что Apple теперь к приложениям добавила номер версии и размер апдейта. Больше не нужно открывать вкладку с программой или игрой и там искать эту информацию. После того как вы спарили любое аудио bluetooth устройство с iPhone в пункте управления почему-то больше не отображается специальная иконка на виджете. Блин, Apple, ну удобно же было. Вместо этого они добавили новую анимацию в штатном музыкальном плеере, в которой будет появляться статус-барри при подключении беспроводных наушников и выборе их в качестве источника звука. Если тапнуть по поиску Spotlight из экрана виджетов, то теперь клавиатура плавно выезжает. Благодаря этому конечно был убран микролаг, но клавиатура выезжает чрезмерно вальяжно и это раздражает. Скорость должна быть хотя бы как при открытии этого меню с рабочего стола. Иконка приватности в настройках посинела, раньше она была серой. Да и наконец-то было восполнено пустое пространство иконкой настроек напротив меню системные службы. Расширился список в описании произносимых названий объектов, функций для людей с ограниченными возможностями. Это я про VoiceOver. Появилась поддержка протокола AirPlay 2 для одинаковых устройств, расположенных в разных комнатах. Вернули приложение Feedback. Оно всегда отображается в бетах за исключением обновлений имеющих статус Golden Master. Благодаря этой программе вы можете отрапортовать Apple о найденном баге. Но можете не обольщаться. Я уже написал кучу сообщений, которые не принимались в счет. В странах с поддержкой функции Advanced Mobile Location и если вы будете звонить в службу спасения, то туда автоматически отправится ваша геолокация и не придется долго объяснять куда ехать чтобы вас спасали. Что сказать? Жизненно необходимая функция. Полный список фоновых изменений на экране. Как видите пофиксили очень много мелких проблем. Кому интересно подробнее нажмите на паузу. Хорошие новости касательно производительности. Несмотря на то что в синтетических тестах Geekbench 4 и Antutu количество очков по сравнению с последним финальным релизом iOS iOS 11 2.5, обзор которого есть на канале лишь незначительно увеличилось, полевые тесты показывают, что увеличилась скорость работы в интерфейсе. Приложения запускаются чуточку быстрее даже на таких старых устройствах как iPhone 5s и iPhone 6. Радует то, что Apple продолжает поддерживать старичков. Как бы вы ее постоянно не ругали в комментариях. В грядущих бета-версиях iOS 11.3 Apple планирует не только добавить заветный переключатель, отвечающий за производительность, но и улучшить видео составляющую в приложении музыка, предположительно пополнится коллекция клипов и расширить возможности приложения здоровья. Плохая новость. Финальный релиз iOS 11.3 запланирован только на весну. А это значит, что впереди ожидается большое количество бета-версий и операционки, все подробности о которой разумеется будут освещаться на канале, так что не забывайте подписываться. На этом все, с вами был Вадим Ищенко на канале ProTech, до скорых встреч, увидимся в следующих видео, пока-пока. Ну а я наконец-то пойду отдыхать, сегодня день рождения как-никак.